В Активинской области в Активинской области забежали за перепродажу медикаментов через социальные сети. Мужчина хотел реализовать 30 ампул цевтриаксона, по 1000 тенге за ампулу. Во время мониторинга социальных сетей были установлены и доставлены в отдел полиции 31-летний мужчина и 26-летняя девушка, которые через Инстаграм продавали препараты ингаверин, цетриаксон, дексаметазон, цифразолин, азитромицин. По всем фактам начаты досудебные расследования. В семье в огне едва не погибли двое человек. Загорелся частный жилой дом. Соседи помогли выбраться из захваченного пламенем здания 79-летней пенсионерки. Второй человек сбежал. Сейчас его личность устанавливается. Специалисты департамента по чрезвычайным ситуациям не исключают, что в данном случае мог иметь место поджог. Общая площадь пожара 80 квадратных метров. Точные причины возгорания выясняются. В ШУ задержаны двое жителей Туркестанской области, которые прибыли сюда специально для сбора марихуаны. Незаконный промысел пресекли полицейские. Одному из задержанных 45 лет, второму и вовсе. Исполнилось 61. Оба родом из города Кентау. У них изъято 106 килограммов марихуаны. Другой факт зафиксирован уже на транспорте. Из автомашины с российской регистрации изъято 12 килограммов наркотического зелья. По обоим фактам начато досудебное расследование. Полицейские Туркестанской области задержали лжецелительницу. Об аферистке в Сузакский райотдел сообщила местная жительница. Подозреваемые ее жертвы познакомились через интернет. Новая знакомая представила знахарка и обещала за деньги вылечить ее по телефону. За два месяца лжецелительница выманила у доверчивой Южно-Казахстанки более 8 миллионов тенге. Каждый сеанс лжелечения по телефону стоил от 500 до 800 тысяч тенге. У оперативников ушел месяц, чтобы выйти на след подозреваемой. Полиция проверяет причастность задержанной к другим аналогичным преступлениям. В ходе оперативно-розыскных мероприятий по данному факту установлена и задержана гражданка, проживающая в Ахмолинской области. Также в ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что данная гражданка потратила 8,5 миллионов тенге для своих нужд.